Для того, чтобы поддерживать контакт с ячейками, мы организовали штаб ДВК. Сейчас, конечно, летний период, но через пару недель уже начнется активизация политического процесса. И мы объявили, что будем запускать закрытый чат Алга, в котором будут находиться только лидеры ячейок, и в ячейках должно быть не менее пяти человек. Лидер ячейки должен выйти на штаб, и при этом свое имя дает в виде ника. Нам не нужны ни телефоны, ни его координаты, нам нужно только знать, из какого города этот лидер ячейки. Второй лидер ячейки дает четыре аккаунта тех людей, которые действительно находятся в ячейке. И мы из штаба получаем подтверждение с этих четырех аккаунтов, что они уполномочили этого человека и выбрали его лидером своей ячейки. Таким образом, их представитель, лидер идет в наш закрытый чат Алга, где мы начинаем наработать с лидерами ячеек. Вот, собственно, очень простой механизм. Пять человек ячейки, лидер выходит на штаб, дает четыре аккаунта, которые подтверждают, что он лидер, и штаб фиксирует. Мы будем ввести специальную картотеку. И я хотел бы сразу предупредить вопрос, когда будет говорить, как картотека вдруг врагам в руки попадет. Но вы не должны беспокоиться, потому что мы не берем ваши телефоны, только ники с разными подставными именами. Мы контактируем только письменно, голосом не контактируем. Ваши голоса невозможно записать, поэтому никто вас не может подставить, сдать и так далее. На меня выходят разные лидеры ячейки и говорят, мы хотим с вами только контактировать. Но, ребята, когда у вас тысячи, я не смогу одновременно общаться тысяч человек. Именно для этих целей создан штаб. Я уже озвучивал, что мы организуем большую команду лидеров, которые будут в состоянии перехватить управление страной на всех уровнях. В правительстве, в парламенте, в судебной системе, в бизнесе, в регионах, на местах, в городах, областях, населенных пунктах. Нам нужно минимум 20 тысяч человек, активных людей, грамотных, образованных, способных руководить, способных управлять, способных находить решения, не коррумпированных. Нам нужны будущие новые лидеры, которые прошли все эти испытания и способны управлять народом, как на местах, так и в центре. Эти лидеры должны набрать вес и поддержку народа сейчас. Не тогда, когда мы придем к власти, а именно сейчас, потому что при вашей поддержке мы сможем собрать массу людей в регионах. При вашей поддержке мы сможем добиться перемен и смены режима. И это надо делать сейчас. И это вам нужно сейчас становиться лидерами на местах и возглавить сопротивление в том или ином регионе страны. Вы не забывайте, что лидеры ячеек – это будущие руководители страны. Будущие руководители страны, они должны знать как минимум местные проблемы, региональные проблемы, вникать республиканские проблемы. И шаг за шагом вы должны себя готовить на роль руководителя. Но готовить не просто знаниями, что вы знаете, но умением этих проблем решать. Поэтому вам нужно изучать статистические официальные данные, как регионы, так и всей страны, в разрезе тех или иных предприятий. Там же есть очень много информации о проблемах тех или иных регионов. Вы прекрасно должны знать, что в регионе всегда существует разная группа активистов, которые борются за нормальные тарифы по теплу и электричеству. Обязательно есть инициативные группы, которые борются по вопросам экологии. Я знаю таких людей в Ускамегорске, в Тимиртау, в Караганде. Находясь далеко, я этих людей знаю. И вам тем более надо это знать. Для того, чтобы заниматься общественной работой на местах, нет необходимости создавать общественные организации. Вы можете просто быть активистом. Просто поднимать глободневные проблемы. Никто не говорит, что и нет такого в законе, что вы обязательно должны создавать общественную организацию. Вы можете просто быть активистом. Просто быть общественным деятелем. Просто поднимать на своем фейсбуке, инстаграмм проблемы в регионе. К вам будут подтягиваться различные люди, ваши сторонники или те, кто тоже хочет проблемы решить. Для этого нет необходимости создавать какую-то общественную организацию. Сейчас есть инструменты, именно социальные сети. Вы в социальных сетях можете поднимать проблемы экологии. Делать обращение, что ребята, давайте решим эту проблему. Давайте завтра там-то встретимся. Давайте мы найдем вот такое-такое-то решение. Решений существует в мире много. И именно в авторитарных странах существуют тяжелые экологические проблемы. Потому что человеческая жизнь в этих системах политических ничего не стоит. Человек-винтик. А именно в демократических странах в целом решают экологические проблемы. Они находят решение. И мы можем у них поучиться. И все есть в интернете, через гугл, прочитать. И таким образом эти инструменты применять у себя в регионах. И объединять тех людей, кто хочет эти проблемы решить. Таким образом вы быстро наберете политический вес у себя в регионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова